Ну и как всегда, в самом начале битвы прослушаем информацию от нашего эксперта. Слэшер Хоук? Я слышал о наёмнике, орудующем бомерангом. Не недооценивай бомеранги, Снейк. Мой знакомый видел, как Хоук превратил одного силёнка в двоих с помощью этой штуки. Вот только после этого фокуса у каждого из них отсутствовало по половине тела. Я думаю, это тонкий намёк на первое слово в его позывном. К тому же, обычно бомеранги кидают по одному. Этот же парень умудряется пользоваться сразу двумя. Говорят, он подхватил эту идею у жонглёров. Что же касается Ястреба, он нашёл его, когда тот был осиротевшим юнцом посреди поля боя. С тех пор Хоук везде с ним таскается. Они, наверное, даже в уборную вместе ходят. Эм, Снейк, мне кажется, или я слышу звук летящего в тебя бумеранга? Хм, парень, кидающийся двумя бумерангами, до которого трудно добраться из-за препятствий? Ковардак, не ты ли это? Смотрю, из гадкого утёнка ты превратился в маньяка Ястреба. К сожалению, мистер Ганс Андерсон, в реальной жизни всё кончается именно так. Этот сокол, мой тотем и защитник. До тех пор, пока он парит, я буду сражаться. Вперёд! Воу-воу-воу-воу, а я уже думал, он так и будет выполнять роль живого щита против Мейгранат, что немного страннее, если подумать об этом. Ну, ладно. Боже, как мне нравится этот босс. У него офигенный дизайн, плавная анимация и осумный концепт. Надеюсь, остальные ребята из Black Chamber меня не разочаруют. Что это было? Радостный подскок смерти? Постойте, спустя 4 года до меня наконец-то дошло. Ковард Дак. Ховард Дак. Хм... Окей, я всё равно не понимаю эту шутку, Кодзи. Предсмертная телепортация, да? Удобно, продаёт в катсцене драматизма. Сомневаюсь, что у неё был бы тот же визуальный эффект, если бы перед Снэйком был кусок скалы. Хок, почему я? Я вырос в Астралии, среди тех, кого вы называете аборигенами. Странно, но судя по названию твоего бумеранга, я думал, ты один из польских аборигенов. Они не были моей настоящей семьёй. Меня бросили. Приёмные родители растили меня против воли старейшины. Так холодно. Все относились ко мне так холодно. Смех и веселье прекращались, как только замечали моё присутствие. Я пытался. Я обозревал. Изучал табу. Традиции. Стиль жизни. Больше, чем кто-либо другой. Я пытался добиться их принятия. Но после смерти приёмных родителей, меня выгнали. Я скитался. Странствовал по всему миру. Но куда бы я ни пришёл, везде я был чужестранцем. Никто не принимал меня. Никто. Кроме Вайпера. Он принял меня в Блэк Чембер. Который стал моим домом. И ты. Это всё твоё. Моя что? Пусть я умру. Но Вайпера. Я знаю, что Вайпера отомстит за меня. Ощути её. Ощути нашу горечь. Нашу печаль. Хм. Очень трудно ощутить вашу горечь, когда вы не говорите, в чём моя вина. Никаких погребальных огней, Снэйк. Они запрещены. Этот сокол донесёт мою душу домой. Да. Наконец-то домой. Так толко скитался. Так устал. Примут ли они меня на этот раз? Такое ощущение, что он хотел сражаться с Солидом Снэйком только для того, чтобы исповедаться перед смертью. Хотя, должен отметить, его история тронула меня. Эй, ну вот я и на месте. Но прежде чем мы зайдём внутрь... Вау, ну надо же, не коричневые стены. Ну что ж, начинаем разведку нового здания в поисках Киомар... Волшебника. Окей... Всё, что я нашёл на первом этаже и в подземке, это куча тупиков, заканчивавшись этими странными красными платформами на полу. И что-то мне подсказывает, что это не просто элемент дизайна. И да, ещё одна аномалия. Ну что ж, остаётся только второй этаж. Надеюсь, там нас ждёт что-то большее, чем куча контуров красных прямоугольников. И да, привет, коричневые стены, я очень по вам скучал. О, конвейеры! На которые почему-то нельзя забежать, но спасибо, Метал Гер 2, я знаю, что тут нужно делать. Во, поехали! Оу-е! Прям как американские горки. Очень медленные американские горки. Интересно, к чему эти разноцветные лампочки наверху этих кабинок? Окей, игра, такая длинная поездка на конвейере, это, конечно, здорово и очень реалистично. Но я понемногу начинаю скучать. Слава богу, старый добрый бокс! Шаффл никто не отменял. Да, под такую мелодию это выглядит не настолько эпично. О, к вам, ну долго ещё там, а? Оу. Оу. Я понял, теперь всё встало на свои места. И я получил красную картонную коробку. Я, конечно, всегда хотел себе трофейную коробочку, пропитанную кровью моих врагов, но... Стойте, я помню это место, я был здесь 10 минут назад во время разведки. Окей, давайте попробуем вернуться на второй этаж и стартануть с красной коробкой на этот раз. Что, не судите меня строго, я и так тут от бездействия чуть не умер. Так вот, зачем нужны эти огоньки на будках? Это было быстро. Эй, а что если попробую использовать красную коробочку, когда её нет в списке вариантов? Боже, как мне скучно! Ну что ж, надо сказать спасибо, что, по крайней мере, после каждой неудачной попытки меня выбрасывать самое начало пути конвейера. Оу, фак. Забудьте то, что я только что сказал. Это один из тех самых тупиков на первом этаже. Я тут посчитал. Два часа. Все эти покатушки с бэктреками в этом уровне заняли у меня два чёртовых часа. До этого уровня игра была номинантом на самую любимую часть серии Metal Gear, но после 15 и плюс покатушек на конвейере... Ладно, вернёмся к спокойно безмятежному прохождению игры. Хей, комната с лестницей! Это что-то новенькое. Да и комнату с газом я бы наверняка запомнил. Ей, новая ключ-карта! Правда, означает ли это то, что мне придётся заново бегать по остальным этажам и тыкаться в те двери, которые были до этого закрыты? Нээ, я думаю, я ещё немного покатаюсь. Эмм... Это новое место или нет? Честно говоря, я немного запулся после всех этих бэктреков. По крайней мере, тут есть тушёнка. Меэ, походу, это ещё одна комната-пустышка. А может и нет. Хей, ещё одна картонная коробка! Вау, вот это да! Вот это комната! У меня просто нет слов. А вот тут я уже был. Знаете, я, честно говоря, не совсем понимаю, как происходит эта телепортация с места на место, потому что, судя по звукам, меня отвозят в грузовике. Но проблема в том, что в половину из этих комнат простому смертному точно не добраться, чтобы отнести их вручную. Эх, скорее всего, меня туда бимит Энтерпрайз. Эм, дорогая игра, можешь объяснить мне, в чём был смысл предыдущей комнаты? Да, ещё один бэктрек. Так вот какой он! Коробочный рай! И ещё один конвейер. А интересно, вражеские солдаты во время тревоги тоже со мной в коробках будут по конвейеру гнаться? Постойте, сиреневый? Ещё один цвет! Вы издеваетесь? О, я помню это место! Здорово! Замечательно! Окей, на этот раз попробуем пойти направо. Кстати, да, синяя картонная коробка. Как раз под цвет костюмчика. Оу. Походу, без шурупа света тут не обойтись. Хотя, знаете, всегда можно попробовать пойти наугад. Газ? А я ожидал, что впереди будет бездонная яма. Ну что ж, тоже вариант. Значит, теперь мне придётся блуждать по этим лабиринтам в поисках чего-нибудь подходящего для того, чтобы осветить эту комнату? Оу, нет. Нет, 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 нет. Нашёл. Хочу заметить, что с инфракрасными очками рядом с лазерами бегать намного приятнее, чем с этим выпускателем дыма в руках. Да, вы не ослышались. Выпускателем дыма. А вы, небось, думали, что я всё это время сигарету в руках таскал? Ну, ведь иначе бы игре поставили более высокие возрастные ограничения, а это значит меньше продаж. А это ещё что за гигантская механизированная матрёшка? Знаете, чем-то это напоминает мне купе из XLR. Я же надеюсь, это не Джимми the Wizard, потому что я ожидал увидеть что-то вроде этого. КАЛИФОРНИЯ Хотя постойте, всё сходится. В 89-м году ему было около 7 лет, а значит 2000-му после 11 лет непрерывного гейминга он вполне бы мог выглядеть вот так. КАЛИФОРНИЯ 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 Эй! Ты не похож на одного из этих солдат. Давай, вытаскивай меня отсюда. Или ты хочешь, чтобы я послал охрану? Ты заложник? Да-а-а. Заложник этих полных неудачников. Сначала они позволяли мне делать всё, что я хочу, но как только Метал Гир стал близок к завершению, меня забросили в эту хрень. Тебя, случайно, не Джеймс Харкса зовут? Можешь звать меня Джимми, если, конечно, вытащишь меня отсюда. Не могу поверить, что ребёнок занимался созданием Метал Гира. Да? Может, я в два раза маша тебе, но ума у меня точно по воле будет. Приятель. Ну, я не настолько уж и стар. Да ну, а по тебе и не скажешь, чел. Ты вообще, что за пень такой? Это важно. Я тот парень, который должен вытащить тебя отсюда и уничтожить Метал Гир. Это всё, что ты должен знать. Ну как скажешь, ковбой-одиночка? Ты из американской армии? Я не из какой-либо армии. Ну а кто же ты тогда? Просто неудачник. Это ещё что за ответ. Ладно, пофиг. Просто вытащи меня отсюда. Ну, давай, меня уже задолбало это место. Я не думаю, что смогу протащить тебя сквозь эти решётки. Ещё варианты? Нет, но... Но что? Ну и я тут простучал стены, и звук восточный отличается. А это значит, что она тоньше других. Окей, значит мне пригодится взрывчатка. Надеюсь, это не значит, что мне снова придётся вращаться по этой базе внутри коробки. Всем спасибо за внимание, с вами был Лазар. Не забывайте ставить лайки и добавлять серию в избранное, а также оставлять комментарии на тему вопроса выпуска, который на этот раз не из лёгких. А вы помните игру, в которой один уровень противника, или даже мелкий концепт, превращал её из отличной игры в адское мучение? На этом у меня всё, с вами был Лазар, до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»